С 4 апреля вступили в силу изменения в правилах дорожного движения и основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации. Изменения коснулись в первую очередь начинающих, автомобилистов и мотоциклистов. Теперь начинающим водителям запрещается перевозить людей на мотоциклах и мопедах и буксировать транспортное средство. При буксировке управления буксирующим транспортным средством должно осуществляться водителям, имеющим право на управление транспортным средством в течение двух и более лет. Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории А или под категорией А1 в течение двух и более лет. Для перевозки людей на мопеде достаточно наличия удостоверения любой категории, и при этом водительский стаж также должен быть более двух лет. Изменения в ПДД коснулись и опознавательных знаков, таких как шипы и начинающий водитель. Черная буква «Ш» в треугольнике с красной каймой должна быть установлена на заднем стекле транспортных средств, имеющих ошипованные шины. А квадрат желтого цвета с изображением восклицательного знака обязаны приклеить водители, чей стаж составляет менее двух лет. За управление транспортным средством без опознавательных знаков водитель может быть привлечен к административной ответственности. По части 1 статьи 12.5 административный штраф составляет 500 рублей. Нововведения направлены на снижение уровня аварийности и тяжести последствий от возможных ДТП с участием начинающих водителей. Однако не все автомобилисты-новички с соответственностью относятся к требованиям по размещению опознавательных знаков. Закину себе знак, скажу то, что потом наклеиваю. Типа вот, купил, наклею и все. Сразу как-то это, ну расстояние от машины, не приближаешься, как-то все равно боишься, ну что какой-то маневр у него будет такой своеобразный. По поводу новичков правильно, пускай тренируются, сначала два года поездят, наберутся опыта. По поводу знака ШИП, я считаю, ну уже как бы всем понятно, что у нас есть зимняя резина, есть летняя резина. Ну, думаю, что это уже зря. Также внесены изменения, касающиеся выдачи водительских удостоверений. Наряду с экзаменом в госавтоинспекции у граждан имеется возможность подать заявление и получить права в многофункциональных центрах. При условии предоставления действующего медицинского заключения можно получить новое водительское удостоверение со сроком действия 10 лет. Еще одно изменение касается несовершеннолетних кандидатов в водители. Для того, чтобы они могли сдать экзамен досрочно, ранее было необходимо заявление от двух родителей. Сейчас же достаточно от одного. Элиас Капралов, Олег Семагин, Денис Гонцов. Новости Губкинского.